У меня было желание учиться в Московской консерватории. Большое желание. Этому противилась моя бабушка. Категорически. Не знаю почему. И этому противился мой педагог в десятилетке по композиции Степан Дербашан. Он говорил, ты должен учиться у Мерзаяна. Даже взял меня за руку, повел к нему в класс. Он сам кончал у Мерзаяна. Он сказал, это практически будет твой дедушка, так как я твой педагог. Но первые месяцы я почти не ходил на уроки. Я помню, один раз мой отец пришел. Говорит, как твои успехи в компании? Я говорю, неплохо. Говорит, как неплохо? Ты четыре месяца не был на уроке. Ну, большой скандал, естественно, был. Но потом я начал сближаться. Эдвард Михайлович, ну, ваше поколение, естественно, не знает. Удивительная личность. Просто грандиозная личность. Не столь как композитор, сколько как человек. Как композитор тоже, конечно. У него как раз, он написал всего одну симфонию, один квартет, одну сонату для виолончели, и мелкие песни. Крупного почти ничего не было. И как раз по этому поводу, я говорю, не работа мешала ему, а что-то другое, видимо, мешало. Он не сделал то, что... А он прожил, между прочим, 91 год. Немалый срок. Наши отношения наладились. Потом был один период, когда они разладились снова. Разладились настолько, что один год он вообще избегал меня, я его. Потом снова наладились. И после этого они не разлаживались никогда. И в последние годы, даже месяцы жизни, он каждый день звонил мне. Каждый день по 40-50 минут. Рассказывал очень интересные вещи и про Союз, и в Москву, и так далее. Мы были очень близки. Очень близки. Я всю жизнь благодарен ему. И прежде всего в человеческих отношениях. Он говорил о том, что в жизни не только черное и белое, но есть и оттенки. И все это, конечно, сыграло огромную роль. А как музыкант, наши уроки, я могу сказать, наши уроки длили, знаете, сколько? Ну, минут 6-7. Не больше. Я играл, или кто-то другой играл, отрывок, который написал. Ну, так, слушал, слушал, говорил. Нет, не пойдет. Ты должен поменять. Или наоборот. Хорошо, продолжай. Все, на этом урок начался. Но чутье у него было удивительное. Он сразу находил уязвимое место в сочинении. Сразу. Ему не надо было играть, перелистывать. Сразу указывал. Говорит, вот здесь не то. Подумай об этом. Вот. Так что уроки были в этом плане. Другие педагоги нашей консерватории занимались по 40-50 минут с каждым. Но ученики не очень были довольны, потому что эти педагоги старались свое восприятие музыки вводить в них. У Мирзана абсолютно. У него в классе учились абсолютно антиподно мыслящие люди. И он не мешал этому. Он способствовал развитию каждого своего. Так что он был где-то центром нашей музыкальной культуры. Его слово было важнее, чем министра или первого секретаря ЦК. Потому что он умел мыслить. И он умел доказывать свою правоту. Вот то, что я могу сказать. Его очень любили в Москве. Крайне любили. Помню, что всегда с радостью к нему подходили. И он был очень... Вот эта контактность, которая потом у меня появилась, только благодаря ему. Он был контактный по-настоящему. Он мог с рабочими сидеть и говорить на их языке. Он мог с академиками сидеть и говорить на их языке. Вот это большой талант человеческий, который не каждому дан. Субтитры делал DimaTorzok